Аварийный комиссар Торопились с больным в медучреждении, попали в ДТП. Стали известны подробности аварии на перекрестке улиц Фрунзе-Юбилейная с участием кареты скорой помощи. Виновник происшествия в настоящее время устанавливается. У участников аварии впереди разбор ДТП и суд. Стало известно, что водитель спецтранспорта двигался со стороны революционной в направлении Степана Разина с включенными проблесковыми маяками и сиреной. В это время в пассажирскую сторону скорой врезалась Шкода. В момент столкновения в салоне спецтранспорта находился больной, которому требовалась госпитализация. В результате ДТП травмы никто из участников происшествия не получил. Оформлением дорожной аварии занимался аварийный комиссар. Собранный проверочный материал направлен в ГИБДД города для установления виновника происшествия. В селе Подстепки в аварии пострадал пятилетний ребенок. В этом происшествии усматривается вина водителя иномарки. Пенсионер на Фольксвагене, двигаясь по улице Полевой при выполнении поворота налево, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Калиной. В салоне вазовской машины в детском кресле был пятилетний мальчик. Несовершеннолетний пассажир был доставлен бригадой скорой помощи в больницу. После осмотра ему назначили амбулаторное лечение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии. Еще одно ЧП случилось в селе Подстепки в минувшие выходные на улице Юбилейной. Со слов очевидца, в гараже загорелась иномарка. Передняя часть кузова выгорела полностью. Возможно, пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки. Точную причину установят дознаватели отдела надзорной деятельности. В Комсомольском районе водитель «Газели» чуть не спровоцировал ДТП с легковушкой. В момент грубого нарушения ПДД зафиксировала камера видеорегистратора. На кадрах видно, как водитель грузовика начинает перестраиваться в другой ряд, при этом даже не включая поворотник. Мужчина на легковом транспорте успел среагировать и вовремя нажать на педаль тормоза. Аварии удалось избежать. Нетрезвый за рулем – это не просто административное правонарушение. Это потенциальная угроза для остальных участников дорожного движения. В очередной раз сотрудниками ДПС был задержан водитель, который позволил себе сесть за руль в состоянии опьянения. Экипажу ДПС поступила информация о водителе автомобиля «Приора», который привлек внимание неравнодушных граждан. Полицейские попытались остановить «Ладу», но владелец авто проехал мимо. Началась погоня. Спустя некоторое время водителя остановили. 30-летний мужчина наотрез отказался проходить медицинское освидетельствование. Согласны пройти освидетельствование на месте? Нет. Отказывайтесь. Предлагаю вам пройти медицинское освидетельствование наркологии города Тольятти. Согласны пройти? Нет. Отказывайтесь. При проверке водителя по учетным базам ГИБДД оказалось, что последний является еще и злостным должником. 30-летний мужчина был вынужден оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Также он лишится прав на срок до двух лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова